Всем хелло, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава. Добро пожаловать на наш парфюмерный канал. В этом видео я расскажу про удовую линейку от бренда Roja Daff. Такая вот коробочка, здесь 7 ароматов по 2 мл каждый. Они все на основе смолы Уда. И давайте вот разбираться, стоят ли они своих денег, потому что эти ароматы считаются одни из самых дорогих ароматов в мире. И вообще почему они одни из самых дорогих и роскошных, я в этом видео все расскажу. Мы с Сергеем полгода назад рассказывали про ароматы также от Roja Daff. Это Winter Fragrance Library, линейка их самых, один из самых популярных их ароматов. Здесь и Illusion, здесь и Scandal, Enigma, Parfum, Ambra. И один из ароматов, здесь, кстати, есть тоже Amber Wood. Мы с Сергеем вот говорили, стоит ли они своих денег. Если вам интересно посмотреть про этот бренд более подробно, в описании под этим видео будет ссылочка именно на этот ролик. Также в описании под этим видео будет ссылочка на наш Telegram канал. Хочу попросить вас подписаться на него, потому что, мало ли, когда-нибудь могут YouTube заблокировать, и мы потеряем с вами связь. Телеграм, я думаю, и надеюсь, никто блокировать пока не собирается. Хочу еще с самого начала зажать такую свечу. Нам ее подарил наш друг Владимир. Это свеча от бренда The Harmonist Hypnotizing Fire, гипнотический огонь. Вот так выглядит у них свечка. Я уже испытал ее. Она отлично прогорается, издает просто волшебный и приятный аромат на всю квартиру. Довольно-таки диффузная. Чем еще можно понять качество свечи? Здесь все равномерно плавится. Ничего по стеночкам свечи не остается. И вообще сам дизайн такой свечки. Он черненький, такой небольшой кувшинчик, стаканчик. Спасибо большое, Владимир, тебе за подарок. Владимир с этим ароматом. Кстати, с этой свечой он нам подарил и аромат, гипнотический огонь. От этого бренда. И прислал нам слепые затесты. Ароматы слепых затестов. Так что, если у вас есть желание нам тоже прислать ваши ароматы, именно в формате слепых затестов мы можем поугадывать, разгадывать, поизучать. Мы будем только очень рады с вами связаться, с вами пообщаться. И в дальнейшем мы планируем с Сергеем снять слепые затесты, которые прислал Владимир с этой свечой. Нам также наша любимая подруга Лилия прислала тоже слепые затесты. И мы для нее тоже прислали слепые затесты. И в ближайший, наверное, месяц планируем с нашей Лилией записать стрим. Лилия будет отгадывать аромат, который мы подготовили с Сергеем для нее. И вот для нас это такое развлечение. Отлечься от проблем, тяжелых моментов в жизни. Вот так сами себя развлекаем. Давайте я тогда начну про... Что такое ут вообще в парфюмерии? Ут вообще добывается из огорового дерева. Огоровое дерево произрастает в Азии, именно в Юго-Восточной Азии. Это дерево, его заражают специально такими бактериями и грибками. И десятилетиями вот этот процесс происходит, когда бактерии именно разлагают это дерево как-то. И из вот этих разложений этого дерева получают именно вот эту смолу, этого дерева агарового, который называется ут. И поэтому, так как это длинный процесс, и сама смола этого дерева, она стоит очень дорого, так как и добывается затратно. И вот поэтому в парфюмерии, если вы встречаете удовые ароматы, они довольно-таки не дешевые по цене. Вот. Есть один из полноразмерных флакончиков от бренда Roja Daff. Он называется Sweety Oud. Но я уже в конце про него подробно расскажу. Кстати, покупка этого именно флакона была довольно-таки очень интересная и нервная, потому что мы с Сергеем провели целое расследование на подлинность этого флакона. Если вам интересно тоже посмотреть это расследование, в описании под этим видео будет ссылочка. Я подробно там все расскажу. Давайте я начну тогда с этой коллекции. Как я ранее сказал, здесь 7 ароматов. Так вот они выглядят. Первый аромат, он такой очень-очень темного цвета, прям темно-коричневого. Называется он Уд. Просто Уд. Давайте я его нанесу и расскажу, чем он пахнет. На старте это пахнет очень древесно. Так как вообще Уд, он в парфюмерии пахнет древесно, смолисто, немного подкопчено, дымно. И вот здесь, конечно, это все есть. Вы это все здесь встретите. Как говорит сам Рожедав, то, что у него в этом аромате он собрал несколько видов Уда. И вот здесь как раз таки пахнет природно настоящим Удом. Вы можете как раз изучить именно, как может пахнуть сам Уд. Но в большинстве своем Уд, он такой многослойный аромат имеет. И его чаще всего смешивают шафраном с розой. Вот шафран роза и, ну, также амбра, там может быть какая-то еще древесина. И вот здесь я тоже чувствую много-много розы. И роза здесь такая невыпирающая. Он один из самых первых ароматов, который был создан в парфюмерном мире. Аромат 2010 года. И он до сих пор актуален на данный момент. Потому что Удовые ароматы, как только вот появились на рынке, они не сходят с полок. Они часто покупаются. Взять тот же Блок Афгана Назомата. Он один из самых популярных ароматов у данного бренда. Давайте, что бы я рассказал. Мне кажется, вот у меня такая картина так вот пахнет примерно в таких дорогих гостиницах, отелях. Таких роскошных. Именно пахнет так в коридорах. Когда люди куда-то пошли на обед, на ланч, на завтрак, на ужин. И вот они обычно, конечно же, кто отдыхает в других отелях, они и покупают дорогую, роскошную парфюмерию. И вот так же и пахнет это. Это пахнет очень дорого, роскошно. Дорого-богато, да? И он один из самых дорогих ароматов в мире. И я поставлю ему, наверное, восьмерку, этому аромату. Почему восьмерка? Из десяти, да? Он оставляет следы на коже. Может оставлять следы на белой и светлой одежде спокойно. Потому что вот имеет такой темный-темный оттенок. И минус, наверное, потому что есть и другие удовы ароматы у других брендов. Что-то похожее с тем же смешением розы и шафран. Взять того же Франциско Куркаджана. Он... Также его вся эта удовая линейка построена на уде, розе и шафране. И я бы даже сказал, что, возможно, у Франциско Куркаджана там более громче это звучит, более стойче. Он стойкий примерно 5-6 часов. К сожалению, да, за такую цену хочется более стойкий аромат. Он имеет шлейф. Прям его узнаваемое слышно. Я бы порекомендовал бы этот аромат и девушкам, и парням. Он унисексовый. Скорее всего, большой минус это цена его. Вот то, что он красит. Но вот если вы прям ценитель чистых удов, именно если вы собираете удовые ароматы, я прям рекомендую обязательно познакомиться с ним. Возможно, вы приобретете себе его в коллекцию. Потому что удовые ароматы, они, как и ароматы Сержа Лютанца, поднимаются, скажем, годом в цене. Это так. Особенно у Рожедав. Почему еще в цене? У Рожедав, вот если обратить внимание, крышечка из бриллиантов Сфаровски. Это такое. Если так залипнуть на эту крышечку, можно так несколько минут это посмотреть, на это переливание этого всего. Ну и вообще, я так понимаю, цена, конечно, заложена в сам флакончик. Ну вот, в итоге, что про этот аромат? Да, мне он нравится. Я думаю, что я бы его не купил, потому что цена. И мне хватит вот этого вот флакончика маленького. И вообще, рекомендую, ребята, если вы хотите поизучать удовые ароматы, найдите себе вот эту удовую коллекцию. Это классный наборчик. Вам его хватит за глаза поизучать, поразнашивать. Он был куплен, по-моему, на официальном сайте у Рожедав. Вот. Так что, да, поехали дальше. Следующий аромат называется Амберут. И он на тему Амбры. В основном здесь везде, мне кажется, Амбра. Вот такая вот цвета жидкость. Тоже немножечко окрашивает. Не так, как первый аромат. Но тоже может оставлять следы на светлоодежде. Надо быть осторожным. Для меня он более сладкий, чем первый аромат, если сравнивать. Он, это вот уд цветочного фруктовый. А здесь есть инжир, заявлен. Для меня, так как уд добывается в Азиатике, в юго-восточной Азии, и для меня это буддийский храм, в котором растут вокруг цветы жасмина, иланга-иланга, листья пачули. Здесь вот в этом аромате все это есть. И он сладкий, ну, в меру сладкий. Он, наверное, больше подойдет в холодное время года, потому что вот сейчас летом, в жару, он немножечко может подзадушить. Он стойкий примерно 5-6 часов. Подойдет и парням, и девушкам. Это полнейший унисекс, как и первый аромат. Ну, это вот буддийский храм, как я ранее сказал, где люди преподносят какие-то свои пожертвования в таких больших листьях зеленых. И туда кладут, возможно, инжир, какие-то еще фрукты. И вокруг все вот цветет и пахнет. И потом он в какое-то время... Это вот я старт рассказал, да? Он переходит в этот древесно-подкопченную удовую базу. Ну, аромат приятный, как бы. Я ему поставлю семерку из десяти, даже меньше, чем первому. В первую очередь, это цена, конечно же, да, минус. Так что он красит. И, кстати, я в ближайшее время хочу разметить на нашем телеграм-канале интервью самого Рожа Дав. Он подробно рассказывает про свою удовую линейку, то, что он туда там что-то добавляет. Так что, если хотите подписаться на наш телеграм-канал, я вас буду рад там видеть. Ну, вот, все. Мне больше нечего сказать про данную Enigma Amberwood. Вторетий аромат называется Enigma Ud. И это для меня прям фруктовая нежность. Он уже более прозрачный, не оставляет следов на коже, не на одежде. Уже не страшно им пользоваться. Это для меня вот аромат для моей мамы. Это вот руки моей мамы, когда меня обнимают. И так это тепло, хорошо, нежно. Здесь очень много-много персика. И вокруг этого персика кружатся фрукты и цветы. То есть, здесь и гелиотроп, и тоже, и жасмин, и роза, и ланг-ланг. Здесь как-то не особо я чувствую именно шафра. Он такой очень нежный, заботливый. Когда вот вы на себя нанесете вот таким вот несколько пшиков, вы как будто попадаете в какое-то вот такое нежное одеяло, которое вас накрыли, такое белое, воздушное. И он, конечно же, больше женский. Больше я увижу на девушках и на женщинах. Он стойкий. 6-7 часов. Мне он нравится. Я бы хотел так вот, чтобы пахли вокруг меня. Женщины, девушки. Очень приятный аромат. Я ему поставлю восьмерку. Из десяти. Почему восьмерка? Также цена. Очень дорого стоит. И я бы такое сам бы не носил. Вижу его больше на девушках. Но девушкам я бы прям рекомендую познакомиться. Если вы любите особенно такие ароматы с персиком, нежные. И здесь еще я слышу гелиотроп. Он дает такую молочность, миндальность, ореховость. Классный, красивый аромат. Прям вообще отлично. Четвертый аромат называется Катар. Катарут. Катар это страна на Ближнем Востоке. Одна из самых богатых и быстро развивающихся стран. Тоже вот здесь прозрачная жидкость. Все будет в порядке. С вашей одеждой и кожей. Развивается за счет природных ресурсов. Именно природного газа и нефти. И вот они отлично развивают свой бизнес. Экспортируют. Скорее всего. И здесь для меня аромат роскоши, богатства и успеха. Здесь кожа. Здесь ут со специями и с кожей. Также сюда добавили почему-то грушу. Здесь есть груша и персик. Но грушу я более явно чувствую, чем персик. И он более мужской. Если все-таки взять Энигму, женская, нежная, это уже более брутальный аромат. Он тоже стойкий. Где-то 6-7 часов. Будет держаться на вашей коже. Аромат такого успешного делового мужчины, парня, который выходит из-за кожаного салона автомобиля. Где-то ездит по столице страны Катар. И мне вот как-то ассоциируется. И многие, кстати, вот я смотрел интервью Рожа Дав. Он говорит то, что он так приблизил ароматы именно с культурой Востока. С культурой удовых деревьев Азии. То есть многие его хвалили и говорили. Да, вот так у нас, так это все и пахнет. Вот ароматы их стран. Если вы любите восточные ароматы, обязательно познакомьтесь именно с Катаром ароматом. Прямо вот это восток, специи, кожа и много-много роскоши и успеха. Пятый аромат называется Султан оф Аман. Это по-настоящему аромат для султана. Это хвоя. Он тоже прозрачный. И я его больше всего использовал из этой подборки. Сразу хочу сказать, мне он больше всего понравился. Может быть вы уже заметили по нашим видеороликам. Я люблю хвойные ароматы. И вообще, есть уже коллекция именно с хвойных ароматов у разных брендов. И вот мне понравился из Виндер Вандерс аромат Апекс. Он пахнет новым кодом, новогодней елкой. Вот, моим детством, да. Здесь уже все-таки, если брать, здесь уже очень-очень много смол. Здесь и эллимии, и какие-то еще разные там стирексы, бензоины. Это вот здесь промоконцентрат вот этих хвойных смол на базе удового дерева. И добавили сюда немножечко шафрана. И он здесь дает такую аптечную свежесть. Именно небольшую. Это не пахнет как аптека, это не пахнет так таблетками, лекарствами. Нет, он дает именно вот такую вот изюминку этому аромату. Дает небольшую свежесть вот этому кучу смол, которые здесь присутствуют. И, конечно же, он очень древесный. Он такой мужской больше, как по мне. И я считаю, что вот этот хвойный аромат могут спокойно носить и девушки. Потому что я не чувствую здесь никаких там, никаких пенобритвенных там закосов, да. Вот как бывает в люксе вот эти мужские ароматы. Нет, и я... Мне было бы даже интересно, как он зазвучит на женской коже, послушать этот аромат. Это вот аромат настоящего султана, у которого большой гарем. И живет в каком-то дворце в окружении много агаровых деревьев. Здесь потому что много иуда. И также хвойных пород дерева. Такие как сосна, кедр, пикты, елки. Вот здесь такой большой-большой микс всего. И аромат по-настоящему крутой. Я ему поставлю девятку из десяти. Почему снизил балл? Наверное, потому что... Ну, цена, да, в первую очередь. И, наверное, я расскажу уже в конце этого видео, самый мой любимый аромат у этого бренда из этой коллекции. Но он уже... Я бы хотел купить этот аромат. Мне очень нравится. Я бы с удовольствием его пользовался. Но останавливает цена. И я уже купил любимый аромат от Рошадав. В дальнейшем я расскажу. Штой аромат называется Объединенные Арабские Эмираты. Это тоже страна на Ближнем Востоке. Одна из самых развивающихся и богатых стран. Развились они за счет нефти, природного ресурса. Это, как говорится, хорошо поставить менеджера, который за счет цен на нефть разовьет страну до таких колоссальных богатств. Давайте я его нанесу. И здесь уже уд на тему. Он тоже прозрачный. На тему уда и розы. Розы, пачули. Здесь много-много специй. Здесь и куминь, и розовый перец. И вот эти специи, я прям отчетливо их слышу. Прямо на этом старте. И я думаю, что здесь какая-то животинка. Есть, возможно, мускус. Я не помню всю пирамиду. Он на старте приятный. Я хочу сказать, да, вот здесь много розы. И роза такая бархатная, прям красная-красная. Где-то через 2-3 часа он на коже начинает, вот, именно, может быть, сейчас в жару, так, я не знаю. Вот он какой-то старина, как будто, вот, раскрывается какая-то старинка. Я думаю, что это за счет гвоздики. Здесь есть гвоздика, и именно специя. Я не очень люблю гвоздику. В парфюмерии почему? Потому что она как раз часто применялась именно, вот, там, 60-е, 70-е годы. Именно в годы наших бабушек. И вот как-то вот эти все ароматы на этой гвоздики у меня ассоциируются, там, с такими ретровыми и винтажными ароматами. И вот эта гвоздика, как раз-таки, она и портит мне сам здесь вот этот аромат. Он дает какую-то старину. Возможно, это пахнет какими-то старыми вещами, знаете, какими-то заношенными. Вещами, которые вы повесили в свой шкаф, и там 5 лет она уже у вас там висит, вы особо ее не носите. И она немножко такая затхлая уже. И вот пахнет старой какой-то одеждой, которая вам уже надоела, вы про нее забыли в шкафу, вы ее нашли. Ну, не знаю, не этот аромат, наверное, так понравился. Ну, поставлю ему семерку за счет того, что вот такие ассоциации вызывает. И последний аромат в этой подборке называется светеут. Светеут как раз-таки вот в этом флакончике тоже имеется. Ну, я уже про него записывал ролик. Как я говорю, там расследование на оригинальность этого аромата. Более подробно там все рассказывал. Здесь уже вкратце расскажу, чем на мне он пахнет. Это аромат, который поднимает мне настроение. Это мы с Сергеем были в феврале в Стамбуле, в Турции. И там мне понравилась очень вкусная кондитерская местная. И в этой кондитерской, когда вы заходите, там пахнет именно таким ассорти шоколадными конфетами, орехами, каким-то восточными сладостями, там и похвала, и торты турецкие. Вот, кстати, если вы сейчас лето выбираете, что посетить, я прям сильно рекомендую посетить Истамбул. Истамбул имеет грандиозную историю, большущую. Это вот как музей под открытым небом. Я бы его сравнил бы Санкт-Петербургом. Красивая архитектура. И архитектура, она в себя вмещает такой микс запада и востока. Потому что ранее это была страна Византия. Византия это нынешняя Италия. Там очень много такой итальянской постройки, улочки там такие уютные. Как будто вы побываете и где-то на востоке, и в Европе. Стамбул вообще классный город. И вот пахнет вот этими кондитерскими в Стамбуле. Мне очень этот аромат нравится. Это 10 из 10. Есть и конфетки, и французские вот эти разноцветные макаронцы, печеньки с кремом внутри. Здесь пахнет и миндалем, и ваниль, и шоколад. И это все так вкусно, благородно звучит на вот этой древесно-удовой богатой базе. Вот я сейчас говорю, и мне прям слюное деление, захотелось турецких конфет. Мне нравится и флакон. Вот просто произведение искусства. Я им пользуюсь в редкие дни. Он раскрывается и зимой, и в холодное время, и в жару. Очень классно. Рекомендую девушкам и парням. Он держится на коже примерно 6-7 часов. Хотелось бы более. Такую цену-то. Шлейф имеет. Узнаваемый шлейф. Аромат просто классный. Какой я подведу итог этого видео? Конечно же, номер 1 у Рожедав. Единственная коллекция от Рожедав – это Светиуд. Вы его можете спокойно купить вслепую. Вот я вам гарантирую, он вам понравится. Будете просто пользоваться им в удовольствие. Какой из этой коллекции я бы выделил? Мне понравился Султан Офаман. Это вот такой древесный аромат, где сконцентрировано очень много различных смол. И они так все классно пахнут. И он сплошной унисекс. Он будет, я уверен, звучать красиво на женской и мужской коже, несмотря на то, что это Султан. Почему бы девушкам тоже не попользоваться этим ароматом? Чтобы я бы еще выделил, наверное, мне понравилась Энигма. Это вот это нежное, нежное грушевое, ой, персиковое облачко, которое обнимает вас своим теплом. Какой-то родной такой аромат, который я бы подарил бы своей маме. Я думаю, маме он понравится, однозначно. Хороший. Вот три аромата я вот выделю. Это Энигма Ут, обязательно. Попробуйте именно девушке. Парни, попробуйте Султан Офаман. Вообще, классный аромат, особенно для парней. И вот Светил Ут подойдет и девушкам и парням. Это сплошный унисекс. Поставьте пальцы вверх, если вам была интересна моя подборка, рассказ про удовые ароматы. Напишите, у меня такая мечта и мысль появилась. Возможно, снять вообще любимые удовые ароматы, которые есть у меня в коллекции. Я бы поделился своим впечатлением. Интересна ли вам такая тематика? Напишите в комментарии, какие у вас есть ароматы от Рожедав. Мне будет интересно узнать ваше предпочтение в ароматах, что вы любите. Ну, хочу пожелать вам прекрасных и интересных открытий в мире парфюмерии. С вами был Слава. Всем goodbye.